Культурная эволюция Администрации Сергея Посадского городского округа Интересно, что один посетитель от музея В симпозе памяти отца Александра Он сказал, что сегодня бы миссия отца Александра Не была бы настолько успешной, насколько она была тогда Потому что тогда действительно люди жаждали Это запрещено было А теперь определенный цинизм присутствует То есть это как бы такое равнодушие Цинизм в ком? В людях то, что совершенно, ну неважно Веришь, не веришь Как вы думаете, миссия отца Александра сегодня была бы Если бы он был жив Это была бы другая страна Совсем другая страна и другая ситуация И другая церковная ситуация И может быть миссионером был бы каждый Как мы к этому призваны А уж что делать отцу Александру У него было столько идей, столько планов И я просто представляю себе какое-то было бы счастье Просто это была бы та церковь, про которую мы читаем в Новом Завете Вот О цинизме Ну, конечно, всегда есть возможность Греха Отхода И скепсиса И цинизма И неверия Но при всем при том Если обстановка вся В церкви была бы другая То это были бы случаи исключительные Вот Мы приезжали с ребятами в колонии Где в основном молодежная колония Мальчишки Ну, в женской колонии мы были один раз Ну, в женских взрослых мы были раз Да нет, ну, девчонок Вот И надо сказать, что даже у этих ребят Которые уже повидали темные стороны жизни Все равно тогда, в 90-е, был большой интерес И мы делали У нас, так сказать, было всегда такое желание Чтобы ребят приходили добровольно Их иногда сгоняли, грубо говоря, в зал Чтобы они все вместе там находились Типа под охраной Но гораздо лучше бывало, когда ребят приходили добровольно Их приходило много И они задавали очень серьезные, глубокие вопросы И частенько на вопросы отвечали Не мы, взрослые А наши ребята отвечают И это действовало совершенно потрясающе Как кто-то сказал Ну, вы же такие же молодые, как мы А у вас такие отношения Причем были мальчишки и девчонки в группе И у них были Это было видно, что у них совершенно другие отношения Другой уровень Чистые отношения Да, да Во-первых, дружеские, радостные, открытые Никто никого не подкалывал Не старался сделать неприятно Наоборот, очень какие-то человечные, теплые И это трогало Это действует даже подсознательно Люди чувствуют, что есть возможность другой жизни И однажды наша девочка одна Которая была в колонии тоже Со всеми С нами Да, она потом Она живет за городом Подольский, по-моему На платформе увидела мальчишку Который тогда был А мы в группах А мы в колонии делали тоже малые группы С четырех написания Вдруг кричит ей мальчишка Ну, я не буду ее называть Вот ты меня помнишь? Я Вовка из твоей группы Представляете, он запомнил это Для него это было потрясением Ну, они немножко поговорили Он вышел из колонии Как-то Я учусь на повара С гордостью он ей сказал Вот такие вот Вот это вопрос о молодежной миссии Понимаете, она возможна Но для этого молодые должны быть Сами носителями вот этой вот Веры радостной, живой И желание ей уделиться Вот на наш взгляд Такая она, эта молодежная миссия Не программы и там Проекты А горящее сердце И еще насчет того, что делал бы Отец Александр Дело в том, что он делает В том-то и дело, что Его свидетельство продолжается И даже несмотря на то, что у людей Как бы новых, да Огромные есть Причины для цинизма В отношении церкви Это всегда Оказывается вот такой вот Да, вот Это так Но ведь отец Александр же А вот что он пишет А вот что он говорит В своих лекциях Проповедях А вот отец Александр Потому что он продолжает Своё свидетельство Через то, что осталось К сожалению, иногда бывает так Что люди вроде бы церковные А цинизма все достаточно Дело в том, что мы бы Мало что могли И в смысле миссии тоже И в смысле нашей собственной жизни Если бы отец Александр Нашу собственную жизнь Не устроил таким образом Что мы с самого начала Были в общинке В общине Это слово тогда было Почти под запретом Почти Ну, в общем, говорилось Общение, малая группа Пошли на день рождения Да, да, да Это всё эвфемизмы А на самом деле Это была братская жизнь Которая не просто поддерживала А это был общий путь Мы могли Ну, мы встречались раз в неделю Какие-то группы встречались Встречались раз в две недели Встречались тайно По телефону Говорить было нельзя Это восьмидесятые Это восьмидесятые А у кого-то Семидесятые А у вас до сих пор Начиналось, да Семидесятых А у вас до сих пор Группа Группа могла Меняться Кто-то уехал Кто-то Умер Кто-то Бывает так Что и ушёл из церкви По-разному Но в целом Кто-то священник Там стал Да Уже не группа Не община Приход Да Вот Но Мы встречались Для того Чтобы вместе читать Священное Писание Раз в неделю Казалось бы А тем не менее Вот эта вот Дорожка Этот путь Шаг за шагом Кусочек за кусочком Обсуждая Размышляя Вместе И молитва И молитва Мы вместе шли Шли по жизни И это становилось Таким вот Путём Вместе с Господом Вместе друг с другом Вёл нас Господь И пока был жив Отец Александр Конечно Это было Совершенно изумительно И он Как правило Во все группы Приходил Где-то раз в два месяца Ну Нет Порежем Порежем Да Раз в полгода Где-то вот так И это был Огромный праздник Когда батюшка У нас оказывался Вот Вот так вот Устроилось У нас Сорок лет назад Или без малого Сорок лет назад И так и продолжается Так получается Что это Такая жизнь И отец Александр Он конечно Это задумал сам Его Его это очень Даже волновало Правильно ли это И мы помним Что Однажды Он приехал Из Вологды Где он Встречался И не только Вы помогаете В жизнь Наши группы Онлайн Мы имеем Он сказал Что все нормально Его успокоило Он тихо продолжил Делать это Важное дело В группах Собирается Ради Христа И вот Когда У человека Появляется Опыт Отношений С другим Человеком Именно потому Что это Ради Христа То это В каком-то смысле Опыт Действительно Настоящей церкви И в общем Царства небесного Это Правда Это очень Это очень Серьезное Тот Кто вкусил Уже Как бы сказать Без этого Живет Но плохо Одна наша сестра Сказала Вот тут я почувствовала Что значит Христос Посреди нас И реально Чувствую Его присутствие Когда мы Есть Ну Как в храме Во время Литургии Но Вот Опыт Общины Он Собственно Дополняет Каждый приход Призван быть Общиной Но не все Это получается По разным Причинам А там Где есть И евхаристическое Общение И община Ну Это просто Счастье Вот Пока Отец Александр Это Видел И Помогал Нам Вот так Вот Выстроить Нашу жизнь И соответственно Миссионерские Возможности Тоже тогда Появляются Потому что Мы вместе Свидетельствуем Вот В завершение Нашей встречи Хотелось бы Еще Поговорить Про Ваш Проект Замечательный Который Называется Меневские Среды А как Он Возник И Он Он Тоже В определенном Смысле Миссионерский Потому что Участвуют В нем Замечательные Люди Которые Знали Отца Александра И Которые Свидетельствуют Тоже И о его пути К сожалению Многие Уходят И Поэтому Еще Очень Ценный Вот Этот Материал Который Накапливается И Расскажите Подробнее Про проект Ну Если Зажжешь И Тогда Но Дело в том Что Началась Пандемия И Мы Увидели Что Народ Не просто Испуган А Народ Въезжает В Уныние Да И мы Сами Закисаем И Что Делать Сидя Сидя Дома Ты Ничего В общем Не можешь Ты получаешь Парализованными Мы знаем Людей Которые По полгода Не выходили Из дома Это В общем Страшно Там Какие-то Психические Механизмы Начинают Работать Разрушающие Личности И Стали Думать Чем Можно Помочь Честно Говоря И себе И другим И вот Появилась Эта идея Благодаря Тому Что Появился Зум И Андрей Его Быстренько Освоил Мы сделали Первую встречу Посвященную Вскоре После Пасхи По-моему Это был Май Май Прошло Года Да Вот Первая встреча Была Посвящена Пасхе Вот этому Пасхальному Выступлению Отца Александра В Олимпийском А потом Пошло И поехало Об этих Людях Надо рассказать И об этих И об этих И столько Народу Как бы сказать Из круга Отца Александра Замечательное название Потому что Вы собираетесь По средам Ну И Придача Выходит Мы записываем По вторникам Выходит Придача В среду И соответственно Среды То есть Среда Правильно Именно так Это и задумано Меневские среды Не в смысле Календарная Дня недели А среда Вот На самом деле Их правда Несколько разных Сред Много кругов Разных Таких вокруг Отца Александра Есть сам приход Новодеревенский Да Там Баба Вера Зоя Фанасьна Масленникова И другие Есть Такие Ну Как бы Более Отдаленные Круги Где Влияние Отца Александра Ну Скажем Не все группы Друг о друге Знали Да Малые группы Ведущие Могли еще Как-то знать А есть Такие Круги Были Которые Вообще Не подозревали О том Что они Тоже Как-то Связаны С отцом Александром А наказывается И тут Он И тут Да Это и Надежда Яковлевна Мандельштам И Мария Вениаминна Юдина И много-много Других Замечательных Людей Иногда Очень известных Иногда Совершенно Неизвестных Простых Скромных Настоящих Мария Летальна Тепнина Она была Известна В своем Круге Конечно Очень Но это был Тихий Незаметный Человек Который Нес Своё Служение Даже И После Смерти Отца Александра И Когда мы Делали О Кате Геневой Запись Для нас Самым важным Были Вот эти Слова Отца Александра Катя Делайте Делайте Даже Приснилось Да Да Действительно Это еще Для нас Самих Очень Важно Потому что Мы рассказываем Через эти передачи О людях О которых Мы этого Что здесь Рассказывают Другими Не знали Мы открываем Для себя Людей Которых Мы Скажу В бытность Еще в новой Деревне Мы их Прозевали Мы как-то Прошли Мимо Ну Что-то Виделись Может быть Были знакомы А что за Человек Не знали Вот В этих передачах Открывается Еще больше Это Это правда То что Нас самих Вытаскивало Тоже Из Из Уныния Из Как бы сказать Это действительно Болезненное Состояние Когда Столько Времени Не можешь Пощупать Человека С злом Хорошо И все равно Это не то Пока нужно Делаем Скажет Господь Отец Александр Вы все уже Сделали Больше не нужно Спокойно Это примем Спасибо вам большое За этот колоссальный труд И спасибо вам За сегодняшнюю встречу За важные Спасибо Спасибо за то Что позвала Которые прозвучали Храни Господь И вас И ваш труд Тоже Потому что Каждый В общем Делает свое дело А в целом Это в общем Наши общие Служения Которое нам Всем доверил Отец Александр Служения